Пойдёмте стрелять в ружьё! Проходят соревнования по практической стрельбе. Ну это просто интересно. Ну и во-вторых, это выходные отца с сыном. Это часть воспитания. В ружье завораживает именно вот эта вот скорость. Первое, что развивает практическая стрельба, это голову. Когда в высшем упражнении у тебя должна быть вообще пустая голова, отсутствие мысли, отсутствие эмоций, и вот нужно найти такой вот дзен этот. Порой ловишь себя на мысли, что вот проводишь целый день на матче, ты вообще больше ни о чём не думаешь. Ты думаешь только об этом. Это на самом деле настолько хорошо переключает. Это уже стиль жизни, я так скажу. Привет, друзья! Вы на канале Оружейный Барон, а меня зовут Андрей Шелестов. Каждый год на самом стрелковом месте не только области Костромской, но и всего региона проходят соревнования по практической стрельбе, куда съезжаются как именитые мастера спорта, так и простые любители, начинающие стрелки. И сегодня мы хотим познакомить вас с этими людьми. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии, а мы начинаем. Накрыто 10 упражнений на пяти галереях. Два длинных упражнения. У нас получилось три коротких и остальные средние упражнения. Ну, это соревнования субъекта федерации, то есть региональный матч. Проще говоря, по Майкрэйде, если смотреть, то это второй уровень. 13 регионов собрали мы в этот раз. По количеству что-то около 30. А по уровню стрелков, ну, здесь у нас есть и мастера спорта, заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса. То есть довольно-таки, ну, топовые стрелки России, я бы сказал. Уважаемые стрелки, приветствую вас на упражнении «Перекресток». Тип упражнения среднее. Патрон, дробь. Мишени. Два IPC попера, 13 стальных IPC тарелок. Одна бонусная разбиваемая тарелка. Минимальное количество выстрелов 15. Максимальное количество очков 80. Максимальное количество выстрелов 15. Ну, у меня оно, на самом деле, началось с оружием именно с детства. Я пошел на стрельбу. Сначала там пневматическая винтовка, потом в Досафе, я туляксом, постреляли малокалиберную винтовку. Потом был достаточно большой перерыв, но все время хотелось, как бы вот, хотелось пострелять. Потом как-то вот ребята затащили и говорят, а у нас есть секция практической стрельбатки. У меня это началось с конца 2007-го, начало 2008-го. И уже, в общем-то, через два года я стал чемпионом России. Практическая льба – это все-таки больше хобби. Хоть я вот и мастер спорта международного класса, как бы, но это же не профессия для нас, понимаете? То есть мы работаем, зарабатываем деньги, да, и тратим эти деньги, тратим свое время на спорт, на это хобби. Каждый чего-то ищет в спорте. Мне подпитывает уверенность в себе, это нацеленность на результат, там, поддержание себя в более-менее нормальной физической форме. Коварные, там все прячется в тумане, но там, в принципе, я нормально отработал. Ну, давайте так, у нас нет профессионального спорта, мы все это делаем на энтузиазме за свои деньги, не благодаря, а вопреки. Ну как, я всего лишь кандидат мастера спорта, и, конечно, хочется сравняться на лучших, соревноваться с ними. Я очень долго занимался страйкболом, потом мы попробовали с друзьями практическую стрельбу пистолет, и пришли к тому, что надо покупать что-то свое, ну, а свое первое оружие в России – это ружье, тогда еще можно было купить нормальное, многозарядное, вот, и, собственно, в зале ружья, пришли к нашему инструктору по пистолету, спросили, Дмитрий Александрович, а вы ружье стреляете? Стреляю, он говорит, ну, пойдемте стрелять ружье. Вот в концовке разгонишься и запуришь ее. То, что разгонят в конце, это, да, это все проблемы, но порой с последней тарелкой не приближайся. Да. Да. Я не вижу накола, но я ее вытянул, да. А-а-а. После выстрела, я выстрелил, его, соответственно, не было. Я понял. Я передернулся и я вложился в хералкуле. Ну, вот я шел отлично, у тебя эти, 13 выстрел, у тебя были отлично. А потом было, блин, да. Вот, Олег, ты когда стрелял последний, вот, выстрел, ты вот думал про себя, как все идет обалденно, и вот сейчас остался, сейчас я, блин. Нет, я не думал. Вот со стороны смотришь на человека, он там первую группу отстрелял очень хорошо, и он бежит, и потом, как он бежит, ты видишь, он себя хвалит. И следующую группу, он запорит. Или наоборот, налажал, и вот то, в чем ты налажал, ты тащишь за собой все оставшиеся упражнения, ты уже не выходишь на максимальную скорость свою, ты уже думаешь, вот, я все равно слил, и это тоже со стороны очень видно. В идеальной картине мира эмоции есть до упражнения и после упражнения. на упражнении есть робот. Вот, выигрывают матч робота. Когда вышел на упражнение, у тебя должна быть вообще пустая голова, отсутствие мысли, отсутствие эмоций, и вот нужно найти такой вот дзен этот. Потому что если в голове что-то будет, оно будет мешать. Вот, во время упражнений эмоций быть не должно. Вот, когда закончу, быстро сделать, это такое облегчение, вот, основная эмоция, это облегчение, что, что вот получилось там, или не получилось, ну, как повезет. Опытный стрелок, он вообще рационален, то есть холодный расчет. Но это мы уже ушли туда, вверх. А начинающим стрелкам, ну, это просто интересно. Это просто, ну, не знаю, мне всегда оружие нравилось, я всегда, как бы, неравнодушен был к оружию, и как только я узнал для себя, нашел, что есть такая практическая стрельба, я сразу в нее ушел. Это 400-й год. Ну, пока, вообще, для меня это все новое, поскольку соревнования первые. То есть, вообще, прикольно. Пока, я думаю, что хобби. То есть, до спорта, ну, чтобы это в спорт превратить, надо работать над этим. То есть, надо выделять время, а, возможно, тогда и спортом будет. Ну, на соревнованиях в любом случае буду ездить, потому что, ну, одно дело, там, местечково у себя стрелять, поравняться не на кого, учиться, в принципе, ну, учиться лучше у незнакомых людей, которые понимают больше тебя. Выстрел, бам! Была очень интересная движка вот на том упражнении, которое с четырьмя керамиками, которые там двигались именно сверху и снизу. Я такого ни разу не видел еще. Я его назвал двухуровневый бобер, движущиеся мишени и сверху, и снизу. И они двигаются с разной скоростью, потому что вылет у них разный. К тому же, к этому упражнению, ну, и не только к этому, мы поставили другие мишени. Они на стойке, они очень тяжелые, они на упоре, их просто так, похотя не собьешь. Надо выцеливать. На этом, кстати, сегодня многие погорели. Даже топовые стрелки вмесовали по ним. Приходилось достреливать. Уважаемые стрелки, приветствую вас на упражнении номер 3. Игрок. Тип упражнения. Среднее. Патрон, дробь, мишени. Один IPC поппер, девять стальных IPC тарелок, четыре разбиваемые тарелки, несколько штрафных мишеней. Минимальное количество выстрелов 14. Максимальное количество очков 70. Внимание! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На вот этой крестовине, когда подлетали тарелки... Мне нравится, когда тарелки бьются... Продолжение следует... Продолжение следует... В оружейную тему я им просто объясняю... Что это... Не страшно... К этому надо относиться с уважением... Я имею в виду в целом... К любому огнестрельному оружию... Даже к воздушке условно говоря... К какой-нибудь пулялке... Пневматики или еще чего-нибудь... Чтобы он понял, что это не опасно, так как это рисуют в каких-то там масс-медиа. Пойдет, если он в развитии в этой истории, там, кроме тех, экшен-эйр, я буду рад. Не пойдет, но ничего страшного, зато он понимает, что это есть просто. Вот и все. Все базовые навыки твои проявляются на упражнении, именно на соревнованиях. Потому что ты уже думаешь только об упражнении и о геймплане. И ты скатываешься до того, что ты научился на тренировках, именно на инстинктах. Тело работает, ты об этом уже не думаешь. Думаешь только о геймплане. Вот это очень интересно. Можно увидеть себя со стороны, то, чему ты реально научился. Порой ловишь себя на мысли, что вот проводишь целый день на матче, ты вообще больше ни о чем не думаешь. Ты думаешь только об этом. Это, на самом деле, настолько хорошо переключает от повседневной жизни, от всего другого. Тип упражнения короткое. Тип патрона дробь. Мишени. Три апельси-поппер, опять сдальных апельси-поппер. У стрелка должно быть фактически до шага. То есть туда два шага, начиная слева направо, допустим, стрелять. Здесь зарядка. Вот правильно, скажем так, найденный геймплан и правильно выполненный, это больше половины успеха. Вот процентов из десяток. А остальное – это умение стрелять. Здесь, что вот на этом упражнении, что на иксе, вариантов геймплана можно придумать там… Ну, вроде понятно, ты добегаешь по всем четырем углам, но в каком порядке, где ты стреляешь, там на проходе, какие-то в серединке мишени, вот этих нюансов, которые могут тебя там плюс-минус полсекунды в результате привести, очень много. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда вот ты такой быстро с первого раза попадаешь, ну куда надо, это прям-прям приятно как-то. Не знаю, даже как-то. Пописай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и там вот если мы говорим про матчи, там матч такой стрелял, у тебя сердце колотится прямо. Эмоции сильные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сложным показался упражнение дракон, мне кажется, называлось, там 28, что ли, был у тарелок, да. Сложный был за счет того, что тарелок много, я там одну забыл, то есть провалил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дракон, тип упражнения длинный, тип патроны бюро. Мишени 28 тарелок, минимум высот, 28 очков, максимум 140. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я скажу очень странную для стороннего наблюдателя точку зрения. Первое, что развивает практическая стрельба, это голову. Потому что сначала надо за три минуты составить план прохождения упражнения и запомнить его. Вот есть упражнение дракон, там вот в дальней части. Вот оно очень показательно в плане вот этого навыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Придумать, как его пройти и запомнить это прохождение, чтобы потом это запомненное применить. В процессе, когда ты вот такое сложное упражнение проходишь, где надо помнить сложные мишени, там, где смену магазина делать, где что, голова не будет думать о том, как ты формируешь стойку, как ты меняешь магазин, как ты, не знаю, выцеливаешь движущуюся мишень. Это все должна делать автоматика. То, что намоторено, то, что натренировано. А голова такая. Три здесь, две там, смена, перебежка, там, там, там. Не забыть вот там за шинами по диагонали, перемещение и так далее. То есть это голова, краткосрочная память, вот все вот эти моменты. И это контроль. Контроль исполнения, контроль того, что делает твое тело на довольно высокой скорости. В ружье завораживает именно вот эта вот скорость. Фактически у нас бывают сплиты, вот, ну, время между выстрелами 0,2 секунды, 0,18 секунды. То есть это вот такая вот скорость, а точность доведения ружья до идеала. Вы знаете, я в первый раз в Касарме, как в самом городе, так и на данном стрельбище. И я очень приятно удивлен. Очень интересная локация, очень уютное домашнее стрельбище. Меня поразил матч своим разнообразием стрелковых навыков, которые необходимо проявить, чтобы выиграть этот матч. Это и стрельба в движении, и движки. По сравнению с другими матчами я бы поставил этот матч на одно из первых мест. В плане дизайна, организации и обеспечения матча. Матч был очень классный, потому что он был, с одной стороны, очень сбалансированный. Упражнения были разнообразные. Были какие-то сложные выцеливания, были штрафные мишени, была суперскоростная грядка на десятом последнем упражнении. И в то же время он был другой, отличающийся от наших традиционных пущинских матчей, когда мы постоянно ездим. По нему был какой-то другой вкус, и это было прям классно, прям необычно, непривычно, очень интересно. Мне очень понравилось. Я просто вижу, что устроители матча старались этот матч сделать. Вот, может быть, жалко, что он был не так многолюдный, но вот мы получили огромное удовольствие. Спорт – это все. Мне жалко тех людей, для которых, скажем так, жизнь которых не пересекается со спортом. Это уже стиль жизни, я так скажу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok